Патник 1. Критика чистого разума. Эйприл. 11. 2015-21. 3 без картинки. Впрочем, завтра попробую сделать еще один подход, так завершил я материал «Такое бывает», где речь шла о критике уважаемым Александром Собяниным тезисов уважаемого Ростислава Ищенко, а завтра не получилось. Несмотря на просьбы многих уважаемых френдов, считавших разбор текста господина Собянина важным и актуальным, вариант за вариантом, получаясь излишне резким, уходил в корзину. И вот, наконец, я понял, что мешало, а когда понял, стало ясно, как преодолеть. Во-первых, писать рецензию не позволяло качество текста. Вязкий, рыхлый стилистический и рванный по смыслу, логически, мягко говоря, плохо выверенный, он практически не поддавался переводу в дайджест. Единственный выход – воспроизводить дословно, комменируя каждый абзац. Это утяжеляет, однако иного выхода нет. Так что, ревнители изящной публицистики могут сразу не читать, а тех, кому все же интересно, прошу учесть, синим жирным выделены тезис Ростислава, просто синим – текст самого господина Собянина, а все остальное уже мое. Во-вторых, очень мешало наличие в тексте Александра Дмитриевича нехороших намеков в адрес господина Ищенко. Дескать, работает в интересах московских пиарщиков, то есть, по заказу, и передергивает, то есть, недобросовестен. Да еще и с не совсем этичным подчеркиванием про переехавшего в Москву. Объективно получается, что какой-то там понаехавший Ищенко шустрит по заказу каких-то мудрилок, а мудрый и независимый москвич господин Собянин отеческий его попинывает. Нехорошо это как-то на мой взгляд. Неправильно. Тем паче, что Ростислав, это знаю точно, работает не на каких-то пиарщиков, а в РИА, и координирует свою позицию только с позиции редакции, и никаких аргументов насчет передергивает я в авторском тексте не увидел. Просто клеит господин Собянин ярлычки, да и все. А между тем, без этих ярлычков рецензировать текст никак не получится. И надеюсь, если я позволю себе употреблять термины, которые автор сам ввел в научный аппарат дискуссии, Александр Дмитриевич не обессудит. Ну и, в-третьих, в один присест такую махину не сдвинешь, частей будет три. Поехали. Любой террористический режим развивается по одним и тем же законам. Нет, конечно же, это не так. Это все равно, что сказать, что любой демократический режим живет по одним и тем же законам. Япония и Франция живут по одним законам. Ну да, приехали. Или любой капиталистический. США и Сингапур, Германия и Нигерия. Любой социалистический. СССР и Эфиопия, Чехословакия и Никарагуа. Ага, конечно. Удивлен. Сказать демократический, капиталистический и социалистический, говоря о терроризме, все равно, что сказать синее, холодное и горячее, обсуждая длинное. Капитализм и социализм, характеристики базиса, формы собственности, демократия, характеристика надстройки, формы управления обществом. А терроризм, кстати, вообще, не форма даже, а метод, используемый при любых вариантах базиса и даже, в отдельных случаях, надстройки. Не быть Александр Дмитриевич экспертом высочайшего уровня, я заподозрил бы, что тезис сформулировал полным профаном, а так остается лишь гадать, с какой целью он передергивает. В реальности есть что-то большее или меньшее общего, а все остальное, та конкретика, с которой можно работать, всегда привязана к месту и ситуации. Это в УЗИ студентам позволено обобщать, а в практической политике категорически нельзя уходить от реальности. Удивлен. Не понимаю, зачем повторять прописные истины, тем паче, не имеющие отношения к сути. Разумеется, каждое конкретное явление имеет свои конкретные особенности, но в данном-то случае речь идет о типологии, то есть, как раз о глобальных, общих характеристиках. И, второе, на сегодня Украина не является террористическим государством. Там идет гражданская война, и это совершенно другой смысл. Категорически нет. Главный признак террористического государства – применение государством массированного насилия, в легитимной, квази-легитимной и олегитимной формах, для подавления оппозиции, в том числе, и с применением методов открытого насилия, избиения, похищения, убийства и т.д. Любой, кто сколько-то внимательно следит за событиями ни территории и руины, подтвердит, все формы этого признака там налицо. Что касается тезиса не является, особо выделено, Эльвэ, террористическим государством. Поскольку там идет гражданская война, так тут остается только развести руками. На самом деле, следуя такой логике, следует признать, что режимы, правившие, скажем, в охваченных гражданскими войнами Сальвадоре, Гватемале и Аргентине в 70-х годах минувшего века террористическими не были. Но, полагаю, даже Александр Дмитриевич не рискнет этого утверждать. Не имеем мы дела с экспертом высочайшего уровня, я заподозрил бы, что тезис сформулировал полным профаном, а так остается лишь гадать, с какой целью он передергивает. Это неизбежный процесс. Руководители террористического режима стремятся достичь ускользающей стабильности, как в масштабах государства, так и для себя лично. Киевская хунта – это не Пиночет и не диктатор Ли Куан Ю. Все высшие политики напрямую управляются посольством США и приставленными к ним тихими американцами. А, совершенно непонятно, с какой стати Пиночет – классический переворотчик, много позже слегка легитимировавший свою власть сомнительными выборами и активно использовавший методы террора. Но, приравнен к Ли Куан Ю, легитимность многочисленных избраний которого никогда и никем под сомнение не ставилось, а методы управления были авторитарны. Но в рамках, определенных Конституцией и поддержкой законного парламентского большинства, б, абсолютно неверно противоставлять киевскую хунту режимом Пиночет и Ли Куан Ю на том основании, что ею в ручном режиме управляет посол США. А ими, стало быть, не управлял. Это, простите, абсурд. В том, что режим Пиночета и накануне переворота, и после него курировало посольство США, а позже Газдеп, причем сам Пиночет за все годы своего правления ни разу не возразил против американских рекомендаций, сходятся решительно все исследователи. Как равно сходятся они и в том, что Ли Куан Ю весь длиннейший срок своей непрерывной каденции и по всем серьезным вопросам консультировался с Уайкхолом, а позже и с Вашингтоном. Иными словами, типологически, никаких различий с киевской хунтой, и не будь господин Собянин экспертом высочайшего уровня, я заподозрил бы, что тезис сформулировал полным профаном, а так остается лишь гадать, с какой целью он передергивает. Если бы была реальная хунта, о законах существования которой пишет Ищенко, то генералы бы определяли финансовую политику государства, а не гражданка США. Совершенно беспомощный тезис. Складывается впечатление, что Александру Дмитриевичу понятие хунта известно только в самом примитивном, уличном толковании, группа военных, захвативших власть. А между тем, в политологическом словаре под хунтой подразумевается любая группа лиц, неважно, военных или гражданских, захватившая власть путем насилия с нарушением закона и правящая, опираясь на насилие же. При этом, что важно, даже если власть пучистов утверждена запуганным или заинтересованным парламентом, как в Чиле 1973 или в Киеве 2014, хунта все равно остается хунтой. Как остается хунтой и в том случае, если генералы сидят на третьих ролях, а реальным лидером является гражданское лицо в ранге министра финансов, хунта Фрагозу Кармона и Салазар. Не знать этого может только полный профан, Но, поскольку рецензируемый автор, эксперт высочайшего уровня, остается лишь гадать, с какой целью он передергивает. Генералы бы определяли ход АТО и уж они бы не ждали целый год, чтобы уничтожить вольницу нацбатов, тербатов и прочих правых секторов и самооборон. А уж как бы и генералы хунты управляли, и кто, Верховной Радой, лучше и не говорить. Нормальная хунта всегда строго держит монополию на насилие. Еще один совершенно беспомощный тезис. Как верно указывает сам же Александр Дмитриевич, всякое событие имеет свои конкретные особенности, и в частности, киевская хунта пришла к власти, опираясь не на армию, хранившую сочувственный нейтралитет, а на парамилитарный неформальный сектор, проще говоря, группировки партийных и квазипартийных боевиков, которые были ее опорой в первый, достаточно длительный, период пребывания в власти. Соответственно, их хоть отопределяли не генералы, тем паче, что армия в первое время воевать особо не хотела, а именно лидеры боевиков, как формализированные, по Рубей, так и формально к власти никакого отношения не имевшие, и Ерош. А вот сегодня, когда, в огромной мере под влиянием США, хунта слегка структурировалась, неизбежный процесс уничтожения вольницы как раз и идет полным ходу, свежим свидетельством чему служат события вокруг Айдара и недавнее разоружение войсками последнего непокорного тербата ОУН. Таким образом, Александр Дмитриевич противоречит сам себе. Киевская хунта именно что строго держит монополию на насилие, делегируя право это насилие реализовать тем силовым структурам, на которые опирается в данный момент, на этапе своего становления, Одесская Хатынь, расстрел в Мариуполе и так далее, неофициалам и квазиофициалам. А теперь, после определенного упрочения структуры, за дело взялись вполне официальные органы в лице СБУ, применяя, по сути, все те же, что и раньше террористические методы. Это настолько очевидно, что, поскольку господин Собянин, как мы знаем, эксперт высочайшего уровня, остается лишь гадать, далее по тексту. Киевская хунта, отличный мем, пропагандистский слоган, но никак не соответствует действительности. В жизни так бывает, гитлеровцы были нацистами, а вовсе не фашистами, но для нас и для всего мира, они фашисты. Точка так, что хунтой называть можно, но лишь понимая, если ты аналитик, что это вовсе никакая не хунта в реальности. Ну и... Да, безусловно, и отличный мем, и пропагандистский слоган. Но почему же никак не соответствует, что хунта в Майдане и пришла к власти, как хунта, и на первом этапе являлась классической хунтой, уже, по-моему, ясно. Сегодня она, безусловно, прошла период формальной легитимизации, как чилийская хунта в декабре 1974 и марте 1981, но, полагаю, даже Александр Дмитриевич не рискнет утверждать, что после этого она перестала быть хунтой не только на словах. Продолжение следует. Расследование. Руина. Россия. Leave a comment. Read comments. 62. 62.